Здравствуйте! Программа Балу снова на ваших экранах. Появление домашнего питомца – большая ответственность. Просто выбросить животное, которое надоело на улицу, жестоко и бесчеловечно, но такие случаи, к сожалению, не редкость. И сегодня мы познакомимся с людьми, которые как могут, спасают брошенных котиков, приводят в здоровое состояние и пристраивают в новые семьи. Большая часть животных, о которых пойдет речь, найдена на дачах в районе Гавердова. Есть и те, кого подобрали в Солочи или Рязани, но объединяет их всех одно. Их завели котятами, а потом бросили. До лета бы мало кто из них дожил, потому что забирали мы их в мороз, минус 20, то есть там замерзала в этих дачах вода даже. И кошки просто набрасывались на еду привезенную, то есть настолько они были голодные. Все это делаю рук людей, которые привозят домашних кошек и котов, оставляют на дачу, потом они там плодятся, катятся. И люди спокойно уезжают дальше осенью в теплые, уютные квартиры. На передержке в разных квартирах. У добрых людей сегодня больше 10 кошек, но передержка временное спасение. Все животные брошенные, которым действительно нужна забота, нужно тепло, поэтому поиск дома для них жизненно актуален, жизненно важен. Сейчас они находятся на нескольких передержках в Рязани, по трое-четверо. Вы понимаете сами, что передержки на лето уезжают, у кого-то командировка, у кого-то отпуск. И держать их бесконечно не могут. Мы сегодня представим вам кошечек и котиков, которые оказались ненужными в предыдущих семьях. Их оставили на улице на произвол судьбы. Привычно хорошо полностью и клоточку, и видение привередливое. Она не будет там, как вот маленький котенок, лазите по обоям. Не будет от нее много беспокоить, но зато будет уют в доме. То есть, как бы такая вот очень уютная кисунка. Рыжика нашли в пустом дачном поселке зимой голодного. Нашли напуганным. Пока он побаивается людей, но с теми, к кому привык спокойный ласков. Как нам сказали, что привезли рыжика в Гарретово москвичи и оставили его там на зиму. То есть, вот такие вот у него бывшие хозяева. Ласковая девочка Мариша млеет от проявления к ней внимания. Спокойная, любит полежать, помурчать, играет, но не шумная. Стерилизована. Возраст до года. В еде непривередлива. Я не знаю причину, по какой могли ее бросить вот так вот во дворе. Потому что мне кажется, что это просто взяли котенком, поигрались. Когда кошка повзрастела, то она стала неинтересна. Это Кузя. Еще совсем молодой кот. До года. Очень активный, как любой ребенок его возраста. Марта с нежным пушистым мехом и очень милой мордочкой отличается покладистым мягким характером и нежностью. Спокойная и в то же время игрива привязана к людям и общительна. Бруни найден худеньким, голодным и замерзшим. Сейчас и гриф и умен. Кастрирован и приучен к лотку. Обожает ласку и сразу начинает мурчать. Котик Дэнни тоже был истощенным и напуганным, когда его нашли, но сразу тянулся к людям. Ему примерно полгода. Любвеобилен, полностью здоров, кастрирован и приучен к лотку. Любопытный и обаятельный котик Данил. Идеально приучен к лотку, спокоен и гриф. А это Том. Кот с отмороженным ушком. Его забрали зимой в 20-ти градусный мороз. Скорее всего еще немного и он бы погиб. Сейчас здоров, кастрирован и готов к устройству в новый дом. Красивейшая шерсть из сине-черного цвета, как у пантеры. И при этом мягкий, игривый характер. Каждый из этих ребят ищет новый дом и ответственных добрых хозяев. Позвонить, чтобы посмотреть и забрать понравившегося котика или задать вопросы, можно по номеру 8 910 612 44 44. Завести домашнее животное – это полдела. Ваша ответственность как владельца – содержание и ветеринарное обслуживание. Чтобы избежать опасных инфекций для вас и вашего питомца, необходима ежегодная вакцинация. Почему вакцинировать нужно всех без исключения домашних кошек и собак, когда делать вакцину и какую выбрать, расскажет ветеринар клиники Балу Ольга Фомкина. Некоторые владельцы животных считают, что кошкам, не выходящим из дома или декоративным собачкам, вакцинация не нужна, так как они практически не бывают на улице. Но на улице бываете вы. И на своей одежде или обуви можете принести возбудитель опасного заболевания. Можете у кого-то в гостях случайно погладить больное животное. Заболеть может питомец вашего соседа по лестничной клетке или любимец коллеги по работе. Для собак, если говорить об общих инфекциях, наиболее, наверное, актуально по сегодняшним временам – это все-таки парвовирусные тыли. Заболевание протекает с поражением желудочно-кишечного тракта, характеризуется достаточно серьезным поносом. Мир вота может присутствовать, характеризуется обезвоживанием животного, характерный понос со специфическим запахом, кровавый понос может быть. Но наиболее опасно, конечно, для щенков – возможное осложнение в качестве неокардитов, например, со стороны сердечно-сосудистой системы. Отмечается некоторая сезонность – весна-осень, все-таки больше заболевших животных. У кошек распространена так называемая кошачья чумка – панликопения. Хуже переносит котята. Лечение тоже длительное, достаточно трудоемкое и требует, конечно, от владельца тоже и сил, и времени. Но если животное все-таки переблевает, оно получает достаточно устойчивый иммунитет после переболевания. Заболевание характеризуется тоже поражением желудочно-кишечного тракта, но также у нас возможна и нервная форма. Иногда-иногда у нас не четко выражены признаки поражения желудочно-кишечного тракта. Но тоже, как всегда, у нас это как отказ от корма идет, повышение температуры тела. Но в любом случае, если ваше животное не вакцинировано, не надо затягивать. Если животное на свободном выгуле или если вы его вывозите в летний-весенний сезон на дачу, соответственно, все-таки прививки нужны и необходимо это все делать. Создать активный иммунитет, противостоящий различным инфекциям, можно с помощью вакцинации. Лучше всего доверить вакцинацию профессионалам, которые составят схему индивидуально для вашего питомца, подберут нужную дозу нужного препарата. Первичная вакцинация у нас планируется всегда с 6-8 недель. Далее схемы, ну схемы могут разниться, но в среднем классическая схема это, допустим, 8 недель и далее через 3-4 недели, это в 12 недель. Далее по инструкции через год. Иногда схемы вакцинации в определенных ситуациях могут меняться, то есть мы можем вакцинировать животных опять же с 6-8 недель, дальше ревакцинация у нас идет каждые 3 недели до 12 недель, то есть это где-то до 3 месяцев. Далее повторяем в 6-7 месяцев и потом через год. Иммунитет активируется примерно через неделю после прививки. В этот период рекомендуется поберечь питомца, следить, чтобы не было переохлаждения, целиком не купать, избегать массовых скоплений животных. Основное правило у нас животное должно быть на момент вакцинации клинически здоровым. Вот, соответственно, мы за 10-14 дней классически лучше прогритоклиницировать. Какой-то особой другой подготовки нет. После вакцинации мы наблюдаем, да, какие-то осложнения у нас возможны, но это крайне редкий случай. Сейчас вакцина у нас по большей степени все-таки импортная, есть и отечественная вакцина, и импортная отечественная достаточно хорошо переносится. Осложнения после вакцинации крайняя редкость. Чаще всего спустя несколько дней животное приходит в себя, но лучше перестраховаться. Ветеринары знают алгоритм действий в случае появления осложнений. Грамотные действия врача предотвратят возможные ухудшения. Анфилактическая реакция, но это крайне редко, очень редко. Это могут быть какие-то аллергические реакции, еще реже, да, там в виде крапивницы какого-то зуда. Также что у нас еще может быть, да, небольшая вялость, апатия, да, может быть, небольшой отказ от корма. Вот, но, как правило, это все самопроходящее допустимо. Может быть, небольшой подъем температуры гипертермии, она допустима там в первые сутки. Диарея, понос рот – это крайне редко. Одно из самых опасных заболеваний – бешенство. Возбудителем бешенства выступает семейство рапдовирусов, поражающие органы центральной нервной системы. В результате заражения у животного наблюдается повреждение нервных окончаний и постепенный отказ спинного и головного мозга. По клинической картине, да, ну, классически всегда мы считаем, что это агрессивное животное, слюнотечение, не всегда это выражено, да, то есть бывают симптомы невыраженные, бывает у нас, наблюдаются возбужденное состояние, может его не быть, может слюнотечение, да, присутствует, но бывает, что и не всегда. Вот, наблюдаются у нас порезы, пролечи различных частей тела, в том числе и в лодке, мышц шеи, вот, может быть, отказ от корма, может быть, работы проявляться. Причем, как правило, клиническая картина, она может быть, ну, достаточно смазанная, и вот эти вот стадии, фазы болезни, они могут, ну, смешиваются, то есть не всегда это все распознается. Диагноз ставится посмертно. Больного пса или кота необходимо изолировать и не контактировать с ним до приезда ветеринара. Помните, вирус одинаково опасен для всех теплокровных животных, включая человека. Бешенство у нас единственное заболевание у людей, которые не лечатся, которые заканчиваются стопроцентным летальным исходом. А в нашей полосе распространено, наша область неблагополучна по данному заболеванию. Заразиться можно через укусы, укусы больных животных, то есть это лисы в лесной, в сельской местности, и, соответственно, больные, вешенные животные, также кошки, собаки. При отсутствии прививки и появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов шансы на спасение близки к нулю. Из-за отсутствия лекарства единственным гуманным решением остается усыпление. Поэтому в случае с бешенством единственный шанс избежать трагедии – профилактика, то есть прививка. Всегда хочется сказать, что профилактика гораздо дешевле, чем лечение. То есть терапия всегда у нас финансово более затратна, а вакцинация позволяет нам предупредить все эти заболевания и впоследствии получить здоровый, крепкий животный без каких-то осложнений. Потому что, конечно, щенки, переболевшие паравирусным атеритом, они, конечно, могут отставать в росте, в развитии, потом, конечно, могут все это скомпенсировать, набрать, но, опять же, могут остаться какие-то у нас и проблемы со стороны желудочно-кисчечного тракта и в течение всей жизни. Вызывающий бешенство вирус известен с древних времен. Еще до нашей эры от него погибали тысячи людей. По сей день он уносит до 60 тысяч человеческих жизней ежегодно. 99% случаев заражения – через укусы собак. Регулярная вакцинация домашних питомцев необходима для снижения эпидемиологической нагрузки в городах. Поэтому каждый ответственный хозяин должен соблюдать график прививок. Эта процедура – единственный эффективный способ профилактики заражения рапдовирусом. Вирус начинает выделяться со слюной животного еще до появления первых клинических признаков за 1-5 дней. Само заболевание у кошек, у собак протекает, ну, как правило, там, инкубационный период относительно небольшой, но заканчивается всегда у нас тоже летальным исходом. И не всегда, да, владелица, во-первых, контролирует животное. Если это кошка на свободном выгуле, мы не всегда можем понять, были покусы, не были, с кем оно встречалось. То же самое касается собак, в том числе охотничьих собак. Привитые животные успешно избегают гибели даже в случае заражения. По этой причине не спешите отказываться от процедуры, если вам дорого здоровья вашего любимца и вашей семьи. На этом наш выпуск подходит к концу. Я прощаюсь с вами. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили.